Печерский суд тоже был под усиленной охраной. С самого утра здесь избирают меру пресечения задержанному Михаилу Саакашвили. У стен суда активисты, все входы и выходы отцеплены. На месте события побывала и наша съемочная группа, с чего все началось. Кто присутствовал и что говорили, расскажет наш корреспондент Юлия Жешко. Более тысячи правоохранителей, столько же активистов. Дымовые шашки и зал суда, в котором едва поместились журналисты и участники процесса. Именно так можно описать сегодняшнее слушание в Печерском райсуде. По делу Михаила Саакашвили. Его обвиняют по трем статьям. Покушение на преступление, сговор с преступной группировкой и содействие участникам преступных организаций. Отдельно говорили и о возможном сотрудничестве Саакашвили с российскими спецслужбами. Но сам подозреваемый утверждает, у него особый статус. Я не считаю, что я был затриманным, я считаю себя военнослужащим поломатом. Я военнопленник, реально. То ли после такого дебюта, то ли следуя плану адвокатов, защита обратилась с ходатайством. Выпустить Саакашвили из стеклянной клетки и разрешить находиться в зале рядом с супругой. Суд согласился. Второе ходатайство защиты касалось отвода прокуроров. Мол, при задержании те нарушили закон. Однако судьи, посовещавшись, прошение отклонили. Следственный судья Печерского райсуда приобщил к материалам дела. Заявление ряда народных депутатов о взятии Саакашвили на поруке. Те требуют меру пресечения не назначать. Мол, из Украины он уезжать не собирается и никуда не сбежит. Юлия Жешко, Иван Ермаков. Подробности. Телеканал Интер. Заседание, на котором избирают меру пресечения Саакашвили, продолжается до сих пор. У здания Печерского суда кордоны правоохранителей, а в зале то и дело объявляют перерывы. За ходом слушания следит наш корреспондент Елена Зорина. У нее узнаем последние новости. Лена, здравствуйте. Без слова. Катя, приветствую. Но в эти минуты в суде очередной перерыв. Все с минуты на минуту ждут решения суда. Судья удалилась в совещательную комнату. До этого были выступления нардепов, которые просили не применять по отношению к Михаилу Саакашвили никаких мер пресечения и были готовы взять его на поруки. Также звучали аргументы защиты и обвинения. И вот что говорили. Жодных рисков того, что пан Михайло будет переховываться, тикать, людина, яка навпаки всіма своими силами и диями повернулась в Украину. Их просто не существует. Жодных доказов, які лягли в клопотання про обрання запобежного заходу, я особисто не побачив, як, в принципе, мои коллеги то же самое сказали. Мы видим купу протоколей про призначения следователей, протоколей, что один одного изменяет, какие-то зверицы с зайцем и волком и все. Оно расследуется с 18 травня 2017 года. Розмовы про то, что там есть какие-то другие проведения и так далее, страны защиты неуважно меня слушали. Обвинение, напомню, требует для Михаила Саакашвили круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Защита с этим не согласна и говорит, что Саакашвили этого не заслуживает. В своем финальном выступлении он сам своей вины не признал. Но здание по-прежнему под усиленной охраной. Пока все проходит спокойно, все ждут решения суда. Катя. Лена, спасибо тебе за детали. Елена Зорина была на связи со студией. Она продолжает следить за ходом заседания в Печерском райсуде столицы.